Уважаемые любители рок-музыки, хочу поделиться с вами первыми впечатлениями о нашем онлайн-концерте, прошедшем 22 декабря 2021 года. И в первую очередь хочу рассказать вам, как шла подготовка к концерту. Мы два года работали исключительно в студии, записывая там все инструментальные партии и вокал. Эта работа очень кропотливая, но не особо нервная зато, никто тебе не мешает. И там не надо собирать воедино живую концертную группу, а можно по очереди в совершенно разное время записывать различные инструменты, бэк-вокалы, приглашать сессионных музыкантов, которые даже могут быть и незнакомы друг с другом. А при необходимости перезаписывать неудачные моменты, улучшать звучание, интонирование, наложение голосов и так далее и тому подобное. Но сейчас перед нами встала задача быстрого формирования живого музыкального коллектива. Но по своей неопытности я думал, что здесь нет ничего сложного, ведь профессиональных музыкантов очень много. Да и в связи с коронавирусом я был уверен, что предложенной работой они будут дорожить и будут принимать мои предложения. Поэтому, думая так, я заранее заявил дату концерта 22 декабря. Как мне казалось, я заявил ее очень заблаговременно, аж за 40 дней. Теперь я понимаю, уважаемые любители рок-музыки, что это был обыкновенный авантюризм от непонимания. Оказалось, что не все так просто. Профессиональных музыкантов-то много. Да одни ленивые и не хотят работать, а только привыкли жаловаться на свою тяжелую жизнь непризнанных гениев и художников. А другие подвержены человеческим слабостям, к алкоголю, либо к другим психотропным веществам. Третьи считают ниже своего творческого достоинства играть с никому неизвестным Волочуком СД. Они же не знают, что Волочук СД суперзвезда. Просто его пока мало кто знает. Они еще не знают, что Волочуком СД создается самобытная, неподражательская музыка. И создается российская рок-группа международного класса. Они еще не знают, что делают большую ошибку в жизни, упуская возможность стать известным музыкантом, аккомпанируя самому Волочуку СД. А четвертые музыканты ненадежные, их самое большое количество. Опаздывают на репетиции, либо вообще их прогуливают. Всегда находят какие-то причины. В общем, проблемы с формированием трудового коллектива такие же, как и в любом другом деле. За месяц мы сменили одного барабанщика, одного бас-гитариста и троих клавишников. Поэтому сейчас, после того, как концерт состоялся, я понимаю, что был совершен нами музыкально-производственный подвиг в шоу-бизнесе. За это время, за этих 40 дней был сформирован музыкальный коллектив, отрепетирована программа из 12 песен. Мы это репетировали больше, включили в концерт 12 песен. Докуплена была необходимая аппаратура, отлажен звук в репетиционном зале и в студии. И все это было сделано, повторюсь, практически за месяц. Так как первая репетиция состоялась у нас 14 ноября. А дедлайн концерта был 20.00-22 декабря. То есть получается там 38 дней, 37. И все это мне удалось сделать только благодаря моему старому другу и звукорежиссеру Сергею Кроху и поверившему в меня и в мою музыку профессиональным музыкантам. Сергею Яковлеву бас-гитара, Евгению Баштану гитара, Тарасу Андрееву барабанщику. И в первую очередь великолепному гитаристу и организатору Ивану Ткачеву, который в основном и занимался подбором музыкантов, отрабатыванием репертуара. Огромное им всем спасибо от меня лично. И еще я хочу отдельно поблагодарить моего старого доброго друга и прекрасного гитариста Мишу Жучкова, который дал мне много дельных советов по подготовке живого концерта, организации стрима и формированию музыкального коллектива. Но в самую первую очередь, конечно же, я бесконечно благодарен за поддержку со стороны моего гениального продюсера и режиссера, а по совместительству моей самой лучшей подруги и любимой женщины, жены и матери моих детей Елены Ивановны. Вот за ее поддержку в первую очередь. Без нее бы ничего не получилось. Точно вам говорю. И еще, уважаемые любители рок-музыки, я хочу поделиться не впечатлениями о самом концерте, а хочу порассуждать о той пользе, которую приносят нам такие жизненные экзамены. Я как бывший спортсмен, боксер, могу рассказать вам следующее. Сколько бы ты не отрабатывал новые эффектные приемы и движения, сколько бы ты не тренировался, доводя их до автоматизма. Они не станут частью твоего боевого арсенала, пока ты их не применишь в бою. Не закрепляются они ни в обычной, ни в мышечной памяти. Вылетают из головы, если не пройдут обкатку в ринге, в боевых условиях. Так и остаются, можно сказать, теоретическими ученическими наработками, бесполезным грузом, лежащим в памяти. И вот почему для меня так важен был этот онлайн-концерт. Я последний раз вживую пел на концертах 40 лет назад, когда играл в группе на танцах, свадьбах и вечеринках. Все навыки и пения, и поведения на публике, и выдерживания психологического напряжения перед и во время концерта уже основательно подзабылись у меня. Можно сказать, что они растерялись совсем. И хотя мы плотно, ежедневно репетировали перед концертом, и уже вроде бы все у нас получалось, но помятуя свой боксерский опыт, я понимал, что необходимо закрепить все вновь приобретенные навыки в бою, то есть в живом выступлении. Поэтому волнение, конечно же, было очень сильным. Мне многие говорили, а ты что волнуешься? Ребята, если ты не волнуешься перед концертом, уходи из профессии, тебе там делать нечего. Любой настоящий артист всегда волнуется перед выступлением. Поэтому, конечно же, волнение у меня было очень сильным. У меня с самого начала концерта от этого стресса все пересохло в горле, а я забыл с собой взять на сцену бутылку воды. Поэтому пришлось просить свою помощницу, Снегурочку, прямо во время концерта, после первой песни, принести мне воды. Но мои боксерские навыки меня не подвели. Не зря я отдал боксу 12 лет своей жизни и провел в ринге 242 официальных боя. Я не разучился сосредотачиваться перед поединком, поэтому сумел собраться и реализовать намеченную концертную программу полностью. Может быть, с некоторыми проколами и погрешностями, но в целом, на мой взгляд, программа была выполнена, как и задумывалось. Теперь, после этого первого и, на мой взгляд, успешного боя, конечно же, не с публикой боя, а с самим собой, ведь самый главный поединок всю жизнь мы ведем с самим собой. Нам нужно научиться побеждать самого себя свои слабости. Поэтому теперь я, конечно же, почувствовал себя более уверенно на сцене. И мы уже начали подготовку к следующему концерту, который запланирован на конец января, ну, в крайнем случае, начало февраля. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо, и мы порадуем вас, уважаемые любители рок-музыки, новыми своими песнями в еще одном онлайн-концерте. Только после этого мы уже выйдем на живую площадку и будем презентовать группу. Ну, а впечатлениями о самом концерте я делиться с вами не буду. Я был внутри. Мне бы хотелось, чтобы этими впечатлениями поделились вы сами на страницах нашего аккаунта, уважаемые любители рок-музыки. И мы будем благодарны вам за это. Какими бы словами вы не отозвались о нашем концерте, хорошими или плохими, мы будем благодарны в любом случае. Ведь критика – это главный двигатель любого творчества. Ну, вот такие вот у меня первые впечатления о прошедшем концерте. Жду ваши отзывы и комменты. Рок-н-ролл forever! Мысли вслух, точны и честны. Мысли вслух о том, о сём. Интересны мысли, если сказаны Малащуком. Малащуком. Малащук. Малащук.